Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом очень вкусного, очень нежного и очень воздушного тортика. Он абсолютно не жирный, отлично подойдет для людей, у которых непереносимость лактозы, так как не содержит молочных продуктов. Для бисквита нам понадобится 6 яиц, 200 грамм сахара, 200 грамм муки и 10 грамм ванильного сахара. Ванильный сахар соединяем с обычным и добавляем в наши яйца. Теперь устанавливаем емкость на паровую баню и будем постоянно помешивать для того, чтобы наши яйца не заварились, а сахар полностью растворился. Для того, чтобы узнать полностью ли растворился ваш сахар, просто попробуйте протереть данную смесь между двумя пальцами, у вас не должно остаться крупинок сахара. Если сахар полностью растворился, снимаем емкость с паровой бани и начинаем взбивать миксером. Ваша масса должна стать пышной и побелеть. У меня на это ушло 10 минут. Теперь добавляем муку. Делаем это очень аккуратно, для того, чтобы наша масса опала как можно меньше. Но если вы все сделаете правильно, то она практически не опадет. Вот такая масса у вас должна приблизительно получиться. Теперь делим ее на две части и раскладываем в две формы. Диаметр у меня 20 сантиметров. И выпекаем в духовке при температуре 185 градусов приблизительно 30 минут. Готовность проверяем сухой зубочисткой. Бисквит получается достаточно высокий. Но если вы хотите выпекать одним бисквитом, то я вам советую делать это с формой с высокими бортами. Для крема нам понадобится 7 белков, 15 грамм желатина, 100 грамм воды, щепотка соли и 420 грамм сахарной пудры. Желатин заливаем водой и оставляем набухать приблизительно на 10-15 минут. В белки добавляем щепотку соли и отправляем взбиваться в миксер. Как только появится пеночка, начинаем добавлять сахарную пудру. Делаем это как можно медленнее. Так наши белки будут намного пышнее и намного более стойкие, чем если вы добавите сахарную пудру очень быстро. Как только наши белки взбились хорошо, мы начинаем добавлять желатин. Обязательно перед тем, как добавить его в белки, нужно разогреть. Сделать это можно либо в микроволновке, либо на водяной бане. Вливаем желатин как можно более тоненькой струйкой, для того, чтобы наши белки опали как можно меньше. Миксер оставляю все так же на самых высоких оборотах. После того, как влили весь желатин, взбиваем еще в течение полминуты и выключаем миксер. Вот такая масса в итоге у вас должна получиться. Для данного торта нам понадобится 4 коржа. Также буду использовать 200 грамм клубники и 2 спелых банана. Для того, чтобы банан не тепнел, обязательно сбрызните его лимонным соком. Предварительно бисквит пропитываю сиропом, который у меня получился при помощи воды, сахара и немного лимонной кислоты. Но вы при желании можете пропитать клубничным компотом. Небольшое количество крема выкладываем на тортик, разравниваем и добавляем банан. Это будет наш первый слой. Опять пропитываем бисквит. Также кладем небольшое количество крема и теперь добавляем клубнику. Каждый раз, когда вы укладываете бисквит, старайтесь его слегка притапливать, так ваши слои будут более стабильны. Опять бисквит пропитываем, опять кладем небольшое количество крема и в этот раз снова повторяем банан. Укладываем последний бисквит, обязательно его пропитываем и сверху закрываем остатками крема. Теперь ставим торт в холодильник как минимум на 6 часов для того, чтобы наше суфле хорошо застыло. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!